Вознесение Господня Вознесение Господня Вознесение Господня Воскрешение из мертвых и сейчас, если так по-человечески рассуждать, казалось бы, иди проповедуй, и будет реакция гораздо более сильная, чем во время входа Господня в Иерусалим. Однако Господь оставляет апостолов, почему? Для того, чтобы послать им Духа Утешителя, которого Он обещал им послать еще в своих беседах, даже еще перед крестными страданиями, если они идут, то Отец не пришлет Духа Утешителя. Этот Святой Дух Утешитель, он, собственно говоря, созидает из апостолов, из учеников, сначала испугавшихся, разбежавшихся, потом все-таки уверившихся в истинности Воскресения, созидает Церковь Христову, ту Церковь, членами которой мы с вами являемся. Сейчас-то Пятидесятницу, праздник, который будет через 10 дней после Вознесения, называют днем рождения Церкви. Но вот начало все-таки рождения, самый первый момент – это Вознесение Спасителя на небеса. И для каждого христианина это еще некое такое торжество, поскольку удостоверение того, что Господь с воскресшим телом вознесся на небо – это удостоверение и нашего дальнейшего также пребывания с Богом после всеобщего Воскресения из мертвых. – Владыка, а что происходило с Иисусом Христом после Воскресения и до Вознесения? – После Воскресения Господь несколько раз являлся своим ученикам, наставлял их, удостоверяя их в своем Воскресении, являлся в воскресшем, преображенном уже теле, которое проходило сквозь стены, дверям затворенным, как это по-славянски сказано, и научал их, вот истинно, Царствие Божие продолжал их учить до того времени, как он наконец покинул их мир до своего второго, на сервис уже страшного пришествия. – Получается, что Господь после Вознесения, Он оставил землю и людей, так ли это? – Нет. Вознеслась Ииси во славе Христе Божия наш, радость, сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, як это Ииси Христос, избавитель мира. Как раз вот пришествие Духа Утешителя – это и не просто не оставление людей и мира, – это как раз вхождение Бога уже в самую гущу человеческого общества и человеческой истории. Вот после этого, после сошествия Святого Духа на апостолов, мы все становимся членами тела Христова, не просто Церкви, как организации, как некого такого сообщества людей, одного из многих сообществ, но именно как тела Христова. – Спасибо, Владыка. – Пожалуйста. – До свидания. – До свидания, уважаемые зрители. Отправной точкой крестного хода в честь святителя Николая Чудотворца, организованного Симбирской епархией, стал храм в честь иконы Божьей Матери, взыскания погибших села Языково, где перед отправлением помолились все его участники. Среди них как бывалые крестоходцы, так и те, кто будет участвовать в крестном ходе впервые. – Я третий раз иду именно на этот крестный ход. Мне посчастливилось в прошлом году, вот в это же время, принять участие. Это было очень довольно-таки тяжело по погодным условиям. И когда он закончился, я, в общем, сказала ей даже, ну, это была моя первая последняя попытка. И, конечно же, сейчас, вот тоже как только на сайте я прочитала объявление, я очень обрадовалась, и как на крыльях сюда прилетела. – Готовилась морально больше. Очень тяжело было собраться. Испытания были разные. Нога заболела, желудок заболел, и что-то как-то все не пускало. И какие-то даже страхи какие-то появились перед тем, как идти, потому что неизвестно. Я первый раз вообще и не знала, условий не знаю, ничего не знаю. Но мне очень захотелось, просто захотелось. Информацию увидела, и мне прям вот потянуло. Крестоходцам предстоит пройти пятидневный путь до Никольской горы. По окончании богослужения в храме села Языково Иерей Роман Солодко пожелал участникам благополучно пройти намеченный маршрут. Пусть для каждого из вас в этом шествии, в этом крестном ходу будут самые добрые и благие свершения. Поэтому вам всем, дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы Господь укрепил вас сейчас на этом пути. И та истинная цель крестного хода, как путь ко спасению, была вами достигнута. На выходе из храма всех участников крестного хода ждала трапеза из полевой кухни. Затем крестоходцы отправились к поклонному кресту, возведенному на месте прежде существовавшей в селе церкви. Она была построена в 1810 году в имении Языковых, освящена в честь Владимирской иконы Божьей Матери с пределом во имя преподобного Сергия Радонежского. Эта церковь была разрушена в 1950-е годы. Здесь был совершен молебен, участники крестного хода помолились Божьей Матери и преподобному Сергию, святителю Николаю. Конечной точкой крестного хода станет Никольская гора в рабочем поселке Сурское, где в 16 веке явился образ святителя Николая. 22 мая, в День памяти святого, там состоится праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Симбирский Новоспасский Лонген. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ. Добрый день, возлюбленный Господь, братья и сестры. К нам поступил такой вопрос, который я сейчас зачитаю и попробую кратенько ответить. Я верующая, хотя и не так часто хожу в храм. И мне бы хотелось бы повенчаться, но муж практически атеист. Я могу настоять на венчании, он сделает это ради меня. Но я сомневаюсь, надо ли, ведь для него это будет формальность, стоит ли настаивать. Ну, фактически, те люди, которые задавали этот вопрос, они фактически сами ответили. Конечно, не стоит этого делать, потому что любое действие, тем более такое великое таинство, как таинство о венчании, оно должно совершаться по обоюдному согласию. Потому что если человек поступает к этому формально, ради того, чтобы угодить своей жене, чтобы она фактически больше не задавала этих вопросов, не настаивал на этом, это будет считаться формальностью, потому что к таинству нужно всегда обращаться с верой. Потому что любое таинство, оно совершается только тогда и будет благодатным только тогда, когда человек на самом деле осознанно, с глубокой верой в Бога подходит к этому вопросу. Потому что в церкви не может никаких формальностей. И если вы расписаны в гражданском браке, в любом случае, ваша семья считается законной, полноценной. Но чтобы прийти к такому осознанному вопросу, нужно, конечно, прежде всего молиться за своего мужа и подавать вообще добрый христианский пример жизни. Потому что нужно сделать так, чтобы муж сам этого захотел, и не просто ему говорить, ты должен, ты обязан, а нужно, чтобы у человека было доброе желание, которое исходит от его сердца. Потому что Господь сердцевидится, Он видит помышление сердца каждого человека. И если в человеке есть такое доброе желание, доброе намерение, то Господь, конечно, благословит любое наше доброе желание, которое служит во благо нашей христианской души. Поэтому не нужно с этим вопросом, я думаю, торопиться, когда человек на самом деле не готов, не подготовлен. Как я уже сказал, это будет просто формальностью, и духовной пользы в этом никогда не будет. Потому что само таинство венчания без веры, оно, так сказать, не помогает человеку жить той христианской жизнью, той семейной христианской жизнью, если человек поступает без веры, без надежды на Бога. То есть нельзя человека заставить делать то, чего он не хочет. Потому что мы, люди с вами, свободные, и этой свободой должны правильно воспользоваться, чтобы это послужило нам во благо нашей христианской души. Храни Господь. Здравствуйте. К нам поступил следующий вопрос. Знаю, что родственница покупает ворованные продукты за полцены. Иначе, говорит, не проживешь. Все дорого, а тут экономия. Это грех, сама она не ворует. Давайте разберем данный вопрос и данную ситуацию, наверное, по двум разным направлениям. В первом случае, давайте рассмотрим такой вариант, когда, если человек покупал ту или иную вещь, или продукты, или еще что иное, но он не знал, что это ворованное, тогда на нем греха не будет, как таковое. Он, правда, перед Богом, он чист перед Богом. Но если человек, а вторая ситуация, если человек знает, что это ворованные вещи, или ворованные продукты, или еще что иное, он знал об этом и все равно продолжает приобретать, даже если это в целях экономии, то тут нужно понимать, что перед Богом все равно придется нести ответственность. Ответственность за то, что ты помогаешь тому человеку, тому продавцу, который тебе продает эти продукты или те или иные вещи. То есть ты сподвигаешь его на еще больше, сугубо, грех вот этого воровства. Он будет больше воровать. Он будет больше, значит, приобретать его нечестным трудом, чтобы продавать. Это очень, на самом деле, тяжело, это спорно. И в той же мере мы должны понимать, что человек может обмануть другого человека, да, но мы не сможем обмануть Господа Бога. И поэтому, если все-таки стараться жить честно, пускай будет что-то дороже приобретено, но будет приобретено это честным трудом и будет приобретено чуть за большую цену, то в душе будет спокойствие и мир, и доброта. И не будет вот этой тяжести на душе, зная, что вот я приобрела или приобрел ту или иную вещь. И теперь вот мне стыдно перед Богом за то, что я такой вот нехороший. Но, с другой стороны, мы не должны осуждать этих людей, кто приобретает такие вещи. Господь каждого призывает ко спасению, и каждому Он не посылает свои испытания. Нам нужно только, конечно же, молиться за этих людей. И в конечном итоге, вот в данном вопросе, если это родственница, то, конечно же, надо помолиться о ней, постараться с ней поговорить, объяснить данную ситуацию, что лучше так не сотворять, так не делать. А лучше приобретать все в магазинах продуктовых или так далее, и с миром в душе уже спокойно жить. Потому что потом все равно угрызения совести могут прийти. Вначале многие люди говорят, что да, все так делают, все воруются в этом роде. Мы в ответе за себя, каждый сам перед Богом. И когда сравнивают с другими людьми, это говорит о том, что человек уже является в духовном отношении соучастником вот этого воровства. Это один из грехов, который Господь сказал через пророка Моисея с синяйским законодательством. Десять заповедей в Ветхозаветах одна из них, вот этих заповедей гласит, не воруй. Старайся трудиться, зарабатывать. Старайся приобретать все честным трудом. И делать это, на самом деле, с чистой совестью. И быть примером для других. Поэтому я пожелаю, чтобы, если возникает такая ситуация спорная, все-таки постараться убедить человека, что он становится соучастником вот этого греха, этого действия. И постараться его направить на путь истины и добра. И все, что невозможно у человека, возможно у Бога. И если мы будем молиться Господу Богу, если мы будем каяться и будем жить все-таки честной жизнью, верующей жизнью и честным трудом все зарабатывать, Господь не оставит. Нам остается, конечно же, помолиться Господу Богу и попросить Его. И Он не оставляет своих и всех алчущих, и жаждущих. Он напояет и напитает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok